Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. В ЕНПФ сообщили, что по программе Нацфонда детям поступили первые накопления на целевые накопительные счета детям. Сообщается, что общее количество участников программы около 7 миллионов. Всем им за прошедший год из-за Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов. Почему-то в рамках проекта Нацфонд детям начислили меньше, чем озвучивалось ранее. Проверить наличие денег на счетах детей можно на сайте ЕНПФ, ведя ИИН ребенка в соответствующем разделе. Участники программы получат право использовать свои деньги на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия. И сегодня, когда эта сумма значительно накопится, и когда родителям сложно сегодня оплатить где-то будет за учебу, эти средства в первую очередь помогут сегодня ребенку получить достойное образование. Сообщается, что ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвест-дохода. Кроме того, начисленные деньги продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям, то есть участникам программы, дополнительный инвест-доход. Однако ранее сообщалось, что на счет ребенка за 18 лет поступит 3,5 тысячи долларов. Но, как выясняется, ожидания и реальность не совпали. Ежегодная сумма не выросла, а наоборот уменьшилась. И вот почему. Президент Токаев в 2022 году дал соответствующее поручение. По расчетам того времени число детей составляло 6 миллионов 400 тысяч. Сейчас количество детей в стране превышает 6 миллионов 900 тысяч. Сумма выделенных денег достигла 695 миллионов долларов. Если разделить сумму на детей, то всем получается по 100 долларов, не больше. Правительство все-таки надеется на то, что прибыль Нацфонда будет повышена, и в последующие годы эта сумма будет увеличиваться. Те, которые, конечно, уже старшего возраста, получается сумма совсем минимальная, но раньше и этого не было. Специальные счета в иностранной валюте будут автоматически открыты на именно всех детей, не достигших 18 лет, на начало проекта, то есть 2024 год. А получить эти деньги они смогут уже по достижении совершеннолетия. Подчеркивалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этой суммой. Боуржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Предприниматели Западно-Казахстанской области сталкиваются с проблемами с экспортом товаров стран ЕС. Так, местные производители изделий из древесины не могут доставить товара в страны Прибалтики. Прибалтийские таможенные органы, по словам предпринимателей, отказывают в пропуске казахстанского груза. Причин отказа при этом не объясняют. Проблему подняли в Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области. Наши корреспонденты продолжат тему. Проблемы с пропуском местных товаров в страны Прибалтики рассмотрели в ходе заседания Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области. Местные производители заявили, что терпят огромные убытки в связи с тем, что их товар не пропускают прибалтийские таможенные органы. В частности, возмущены производители изделий из древесины. Грузовые автомобили с их товаром уже больше месяца простаивают на границе. Прибалтийские таможенные органы ни в какую не хотят пускать казахстанских экспортеров. У нас с 23 декабря в стадии таможенной очистки находится груз, который, ну сегодня у нас был 1 января, который был не может растаможить. Предприниматели заявляют, что отсутствует взаимодействие между казахстанскими таможенными, органами и таможенными органами Европейского Союза. А пока товар простаивает на границе, предприниматели несут большие финансовые убытки. Возникают финансовые риски в путь до рисков в сфере валютного законодательства. И это при том, что предприятие занимается честным производством, исправно оплачивая налоги и выполняя все необходимые обязательства. При перемещении на территорию Европейского Союза, а именно страны Прибалтики, у нас вот Латвия, Литва, Эстония, вот в Польшу начались у нас сейчас проблемы. Там задерживают груз, мотивированного отказа нету, акта досмотра нету таможенного. Декларацию не разрешают подавать таможенным брокерам. То есть они даже не знают причину, почему их не принимает Европейский Союз. Ранее у местных производителей уже возникали проблемы с доставкой сырья из стран Европейского Союза. Сегодня же отсутствует конкретный перечень документов, необходимых при транспортировке местного товара в эти страны. Таможенные службы Прибалтийской республики, то есть Евросоюз, они не признают, как ни наши декларации, ни наших сертификатов. Они это как бы мотивируют тем, что Казахстан, как бы имея громадную территорию всего на 6%, ну это я тоже как бы из статистических данных взял, они как бы на это рассылаются. Союз имеет, ну скажем так, леса на 6% территории, скажем так, условно. И то есть из этих 6% это не все тот лес, который может быть, скажем так, пригоден для производства. Вот, соответственно, они говорят о том, что якобы в 22-м году вы их экспортировали, скажем так, Казахстан в целом на 500 тысяч евро древесины, а в 23-м году на 30 миллионов. То есть откуда это лес? И, соответственно, у них вопрос возникает, и они требуют документы происхождения груза, ну, то есть сырья. 9 апреля в Брюсселе состоится заседание по таможенному сотрудничеству со странами ЕС с участием казахстанской стороны. Проблемный вопрос предложили вынести на рассмотрение при этом заседании. Соответствующие письма представителям местных компаний и палаты предпринимателей необходимо направить в ближайшее время. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асулбек Абекенов, ТДК-42. Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями появится в Уральске. Медицинское учреждение строится в новом микрорайоне Акжаик по поручению главы государства. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 70%. Объект посетил заместитель Акима Западно-Казахстанской области Бакаджан Ирымбетов. На месте побывала и наша съемочная группа. Строительство реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями началось в августе 2022 года. Здание общей площадью 22 тысячи квадратных метров расположилось в новом строящемся микрорайоне Акжаик. На площади 5,8 гектаров. Большая часть работы по строительству на сегодняшний день выполнена. Медицинское учреждение будет рассчитано как на лечение, так и на реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Новый реабилитационный центр рассчитан на пребывание здесь 150 человек. Помимо лечебных кабинетов здесь будет вот такой бассейн со спецприспособлениями. Он сыграет большую роль в реабилитации людей с инвалидностью. Реабилитационный центр строится по указу главы государства Касамжемарта Токаева. Помимо Западно-Казахстанской области, такие центры возводятся еще в трех регионах республики. Общая сумма возведения данного объекта – 7,3 миллиарда тенге. 90% от этой суммы приходится на республиканский бюджет. Заместитель Акима Западно-Казахстанской области Бакаджан Нарымбетов при осмотре объекта отметил, что такое учреждение необходимо для жителей области. Данный вопрос поднимался несколько лет нашими жителями. И на 150 мест этот объект решит многие вопросы, потому что здесь будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Здание состоит из нескольких корпусов с оборудованными палатами, процедурными кабинетами. Здесь будет действовать столовая. Также в центре предусмотрен специально оборудованный актовый зал с подъемниками и местами, отведенными для инвалидов-колясочников. Основная часть наружных работ уже выполнена. Остались в основном внутренняя отделка и подведение инженерных сетей. В строительстве задействовано 85 человек. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по электрической части, то есть навеска шкафов силовых, прокладка кабелей. Также ведутся сантехнические работы. Это доделываем систему отопления, водопровод, канализация. Также производим монтаж вентиляционных коробов, установку приточных систем вентиляции, сборка металлоконструкции главного входа, обшивка и утепление фасадной части здания. Согласно проекту, работу по строительству объекта планировали завершить еще в конце 2023 года. Но из-за некоторых трудностей в финансировании работы затянулись. Сейчас, по словам подрядчиков, полноценному ходу строительства ничего не мешает. Объект планируют сдать в эксплуатацию в течение этого года. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. Почти 20 тысяч лифтов в стране устарели. Из них больше 4 тысяч требует полной замены. Такие данные сообщили в Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана. К примеру, только в Ак-Тубе по госпрограмме планируется заменить больше 100 лифтов, которые давно вышли из строя. Во сколько жителям многоэтажек обходится такая модернизация, узнавала Лейла Уесова. В Ак-Тубе из почти 300 лифтов больше половины были признаны технически неисправными. Все они исчерпали свой ресурс, а некоторые вообще представляют опасность для жильцов. Замену старых лифтов проводят за счет госпрограммы. Ее операторам определили СПК Ак-Тубе. С прошлого года все платежи по кредитам за модернизацию домов и лифтов принимает социально-предпринимательская корпорация. На замену 93 лифтов в городе Ак-Тубе было выделено 751 миллион тенге. По итогам 2023 года было заменено уже 79 лифтов. Думаю, мы заменим это все до конца февраля, уже все 93 будут заменены. Также стоит отметить, что в общем у нас в Ак-Тубе имеется 238 лифтов, это по которым 25 лет срок эксплуатации истек. Соответственно, 93 лифта мы заканчиваем и планируем на 2024-2025 годы заменить 145 лифтов. На данный момент уже полностью все пакеты документов уже собраны и находятся на рассмотрении выделения бюджетных средств на замену. Основная станция управления лифта, которая начинается основной управлением по этажам, все вот это, основной лифт. Новый лифт появился недавно в одной из многоэтажек в 8-м микрорайоне. Это бывшее общежитие летного училища. По словам жителей, лифт здесь не работал с 98-го года. Все запчасти и кабину давно разворовали, а шахту превратили в мусоропровод. Буквально за месяц подрядчики все вычистили и установили новый лифт. В этом доме на данный момент не было ни кабины, ни противовеса, все было украдено. То есть мы полностью установили все сюда новое. 40 лифтов меняла алматинская компания «Алматы лифт». Мы проконтролировали ход работ, приняли, зарегистрировали в жилинспекции данный лифт, установили контроль доступа. Плательщики, кто будет платить СПК, будут пользоваться лифтом. Обслуживание у нас в 800 тенге, потому что 100 тенге у нас идет обслуживание в виде наблюдения. То есть если какое-то в виде наблюдения проблемы, жесткие диски, если регистраторы выходят строить, дополнительный целевой сбор не собирать нам, мы обслуживаем за свой счет. Расплачиваться за новый лифт жильцам придется 7 лет, но люди и на это согласны. Инна Супроненко живет на седьмом этаже. Говорит, что не хочет даже вспоминать, как раньше с тяжелыми сумками и детской коляской приходилось подниматься по лестнице. Сейчас жительница радуется, что в доме есть новый лифт. Поломанного его вообще здесь не было. Мы ходили пешком на седьмой этаж с детками. А сейчас вот только с 31 декабря работает. Но еще пока жалоб на него нет. Вроде бы чисто, никто не портит за счет того, что ключи есть. Дети просто так не катаются. Как-то я считаю, что у нас цивилизация в нашем общежитии. А сколько вы платите за него? Получается 2200 у нас кредит. Мы только в феврале будем первый раз платить. Нам только присвоили лицевой счет. Но нас устраивает. Модернизация 145 лифтов обойдется в миллиард тенге. Деньги выделят из республиканской казны. Заменой устаревшей конструкции занимаются несколько компаний. Специалисты говорят, что по размерам шахты, что имеется в домах еще советской постройки, приходится заказывать кабину белорусского производства. Такой лифт бесшумный, скоростной и антивандальный. А еще привлекает современный дизайн кабины с электронным таблой и зеркалами. Также имеется камера видеонаблюдения и голосовое сопровождение. Запустить сборку белорусских лифтов в Ак-Тубе у инвесторов не получилось, поэтому заказывать их приходится за границей, а еще в Алматы, где предприниматели смогли наладить совместное производство с Могилевским заводом. Сейчас стоимость одного лифта с учетом транспортировки и монтажных работ составляет 12 миллионов тиген. На иловой служим от Кудайбергенов, Тигцанал, это кастрюк 2 Ак-Тубе. Уроженец Ак-Тубе пытался продать собственную почку в Кокшетау. Жизненно важный орган, 19-летний игроман, оценил 18 тысяч долларов. Как выяснилось, на отчаянный шаг он решился из-за долгов. Объявление о продаже почки парень дал в интернете. При этом договориться о проведении операции должен был рецепиент. Но заинтересовались предложениям не потенциальные покупатели, а полицейские. Они же и заключили с продавцом сделку при передаче денег в 8 миллионов тенге. Подозреваемого задержали. Продажа органов в нашей стране запрещена. И теперь горе донору грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы. Жительница Западно-Казахстанской области едва не скончалась после аборта. Такая информация распространилась в социальных сетях. По словам родственников женщины, во время вынужденного прерывания беременности врачи оставили часть плода внутри тела женщины, из-за чего она оказалась на грани между жизнью и смертью. В областном управлении здравоохранения такую информацию не подтвердили. В запутанной истории разбирался наш корреспондент. По словам родственников Аймикия Набен, ее привезли из райцентра с рвотой и болями в животе. Врачи отправили ее на аборт на втором месяце беременности из-за тяжелого токсикоза. За процедуру пациентка заплатила 80 тысяч тенге, но ее состояние только ухудшилось. Во время вынужденного прерывания беременности осталась часть плода, из-за чего роженица оказалась между жизнью и смертью. Женщину пять раз госпитализировали, но позже семья приняла решение отправить ее в частную клинику. Тогда и стало понятно, что часть плода осталась в матке, утверждают родственники женщины. В случае такого тяжелого токсикоза у нас бывают. Поступают к нам с осложнениями, потому что к врачам не обращаются. До двух-трех месяцев доходят, а по мере развития плода нарушается обмен веществ. Тяжелые уже к нам поступают. Родственники женщины требуют привлечь виновных к ответственности. Надо было сразу один раз сделать аборт, а они два раза чистили матку под наркозом. Это очень опасно для здоровья женщины. Она может потерять в дальнейшем возможность стать матерью. Я требую привлечь медиков к ответственности и принять меры. Позже в Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что информация о том, что у женщины в утробе остался кусочек плода, недостоверна. Также специалисты отметили, что ухудшение здоровья после таких процедур – это нормально. По словам врачей, девушка перенесла операцию с согласием мужа. Но, вернувшись домой, ее состояние ухудшилось. По ее просьбе врачи провели повторный осмотр и сделали УЗИ. Было рекомендовано консервативное лечение и наблюдение за пациенткой. Диагноз кровоизлияния головного мозга исключается, сообщили в ведомстве. Женщина находится в областной многопрофильной больнице. Ее состояние врачи расценивают как стабильное. Дана Керимбаева, Айбула Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. К другим новостям. Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов. Незаконную деятельность пресек столичный департамент АФМ при координации прокуратуры города. Установлено, что подозреваемый при отсутствии разрешительных документов организовал цех по производству никотиносодержащей жидкости кустарным путем. Готовую продукцию реализовывали оптомы в розницу вейп-шопы столицы и другие города республики. Стоимость реализованной никотиносодержащей жидкости составила более 18 миллионов тенге. В ходе следственно-оперативных мероприятий изъято почти 5000 флаконов с жидкостью для электронных испарителей, то есть вейпов, пищевые ароматизаторы, химические вещества, глицерин и пропиленгликоль объемом 235 литров, а также станки для их производства. Начато досудебное расследование и мои данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежат. В Уральске сотрудник мебельного цеха подозревается в мошенничестве. По сообщению полицейских, мошенник под предлогом изготовления мебели по предоплате завладел деньгами жителей от 420 тысяч до 4 миллионов тенге. Абайский отдел полиции начал досудебное расследование в отношении работника мебельного предприятия по статье 190 Уголовного кодекса республики. В целях установления всех потерпевших департамент полиции принимает заявления жителей, ставших жертвами мошенника. К другим темам. В Мангостаусской области на 18% увеличилось количество архаров и газелей, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщили представители Охотзоопрома и Алматинского зоологического исследовательского института, проводя перепись по инициативе Государственного регионального природного парка Кызылсай. На данный момент число архаров достигло 1056, а газелей более 250. Специалисты подчеркнули, что за отстрел животных предусмотрены строгие наказания. «Благоприятные условия и меры по охране способствовали увеличению численности архаров и газелей в нашем регионе. Наш край является пустынной и полупустынной зоной, где в жаркие дни озера могут пересохнуть. Поэтому мы прилагаем усилия в течение всего лета для поддержания доступности родниковых источников и стремимся сохранить количество животных». О спорте. Упорное противостояние продемонстрировали «Уральские ястребы» и «Усть-Каменогорская торпеда». В рамках Молодежной лиги Казахстана по хоккею в Уральске состоялась двухматчевая серия, которая в итоге не выявила сильнейшую команду. Первая игра завершилась победой гостей, во втором противостоянии хозяева смогли отыграться. В первый день игры с первых минут команды продемонстрировали, что готовы самым серьезным образом вести борьбу. Игра была довольно напряженной, обе команды показывали хорошие результаты. Никто не хотел сдаваться. В конце второго периода между хоккеистами даже была небольшая потасовка, после которой был выписан ряд штрафов. Обе команды не хотели отдавать победу. В третьем периоде игра со счетом 3-3 шла на равных, но буквально на последней минуте игроки торпеда забили шайбу ворота ястребов. Счет первой игры 3-4 в пользу гостей. Но на следующий день игры ястребам все-таки удалось восстановиться в лучшую сторону. Такой накал, что вчера, что сегодня. Я думаю, что это те игры плей-офф. Уже такая идет плотная подготовка. Вчера при хороших моментах не получилось реализовать. Поэтому результат неудачный. Сегодня парни вышли еще с большим настроем и показали это на льду. Моменты создавали, реализовали, пластались, ловили шайбу на себя. Такую игру мы хотим видеть. Второй день игры был не менее напряженным. Обе команды не уступали друг другу. Но в конце игры и местная команда все-таки оказалась сильнее. Итоговый счет 4-3 в пользу ястребов. Сегодня играли командой, дорабатывали в каждом моменте. Думаю, это привело на скобеде. Таким образом, уральский молодежный хоккейный клуб и ястребы в молодежной лиге Казахстана набирает 52 очка и поднимается на четвертую строчку в таблице. В то время команда торпеда расположилась на третьей строчке. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!